Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео у нас будет посвящено просто восхитительно красивым, но пока непонятно настолько же восхитительно хорошим или нет, кистям от бренда Storybook Cosmetics. Я делала уже обзор на их кисти в стиле Гарри Поттера. Это был их самый первый выпуск, я его ждала очень-очень долго. Я оставлю ссылку на то видео внизу. Качество у кистей Гарри Поттера было вообще не очень, и кисти с Алиэкспресс были прям вот один в один по качеству. Кисти эти приходят вот в таком мешочке. Здесь очень красивые ручки, и купила я их из-за ручек. Здесь сухие цветы натуральные. Это, наверное, эпоксидная смола или что-то такого плана. Очень красиво действительно. Ворс нежный, но вот не знаю, работает оно, не работает. Это высококачественная синтетика, которая якобы-якобы имитирует ворс козочки. Здесь пять форм различных. Я буду их использовать на самом деле как повезет. Мне интересно, эта кисть, она кривая или она и должна быть вот с таким вот небольшим скосом. Я нанесу просто весь макияж лица этими кистями. Буду использовать их как с кремовыми продуктами, так и с сухими, потому что производитель говорит, что лучше, конечно, типа с сухими, но можно и с кремовыми. Для начала давайте нанесем тональный крем Fenty Beauty. Носить я буду плоской кистью. Плоской кистью, наверное, ой, нет, нет, будет, наверное, очень-очень плотно. Перейду на вот такого плана кисть. Для кремового продукта, мне кажется, ворс недостаточно упругий, потому что он прям какой-то не... ну, то есть это не как кабуки какая-то кисть. Мне, честно говоря, не очень нравится, как-то, ну, абсолютно бесполезно, при том, что здесь несколько волосков сразу торчит. У меня магическим образом появился макияж глаз, и мы с вами продолжаем тестировать. Дальше я хочу сделать кремовый контур. Я, по-моему, уже рассказывала, что я все-таки подружилась с контурным стиком от Рианы, и я наношу вот его сначала на руку, растапливаю чуть-чуть, и дальше наношу на лицо. Я могу наносить контур как плоской кистью, плоскостью, очень-очень тонко. Так и могу наносить вбивающим каким-то движением, подобной кистью или подобной. Но я решила, что я вот для кремовых текстур постараюсь оставить вот эти вот две кисточки. Очень легко, прям вообще почти не нажимаю на кожу. И, соответственно, никаких полосок, ничего такого не рисую. Просто поверхностями чуть-чуть нос. Углы челюсти всегда, 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 всегда лучше оформлять вот таким вот движением снизу вверх, потому что то, что у вас там вот происходит, особо никто не увидит, потому что если вы будете так, то у вас куда ворс встанет, там у вас будет самый такой мощный мазок, а так у вас сюда вы подснимаете как раз, и у вас все это выглядит как естественная тень. Ну, погнали дальше. Я хотела, конечно, наносить дальше сухие продукты, но тут увидела от Холики прям подходящий мне под этот макияж цвет. У меня сегодня взбесившаяся фуксия. Вот такие румяна. Я их очень люблю у Холики. Прям вообще. Это оттенок D26Q03. Очень поэтичное название, прям как надо, да? Прям сразу захотелось их нанести на себя. Я потихонечку, потихонечку наслаиваю, чтобы, знаете, с вами морфуша не пришла. Должна дать должное, что кисти хорошо тушуют, не снимают тон, который под ними, ничего не размазывают и, в принципе, ведут себя более чем прилично. Так, теперь я, правда, не знаю, наношу я правильными кистями то или нет, но я просто вот, мне как кажется, я так и использую. Хочу попробовать нанести, наверное, сначала пудру и уже перейти к сухим продуктам. Посмотрим, как они себя поведут. Так, наверное, вот этой кистью я, пожалуй, нанесу пудру. Ой. Ой. А-а-а! Нет-нет-нет, господи, нет, рассыпчатая пудра и синтетические кисти – это катастрофа вселенского масштаба. По крайней мере, вот эта кисть точно, потому что она как-то очень много набрала и сразу все отдала. Этой же кистью попробую чуть-чуть добавить бронзера. Я боюсь сейчас все испортить, чтобы, знаете, очень много не бахнуть. Я использую Шарлотту Тилбери. Да, я бронзер поверх контура, поверх румян, везде чуть-чуть добавляю. Бронзером я не дублирую ни в коем случае контур, я прохожусь выше. Там, где у нас теплый цвет, это все на выпуклых частях. Где мы хотим провалить, там у нас более холодный цвет. Давайте в качестве хайлайтера я нанесу The Balm. Вы меня насилуете постоянно, что я думаю про этот хайлайтер, который вообще начал весь этот хайлайтовый тренд. У меня вот такая палетка. Я ее купила не очень, ну как нет, давно достаточно, но редко использую, потому что палетка не очень, конечно, удобная. А так цвет красивый, мне нравится. Я прям по чуть-чуть набираю, чтобы не было прям сильного эффекта тыдыщ. Ну и что, все кисти я использовала, сейчас накрашу губы и будем с вами разговоры разговаривать. Итак, в этом наборе у нас 5 кистей плюс мешочек. Стоит это все 60 долларов. Когда я заказывала у них в самый первый раз, у них была доставка в Россию, но я ее ждала 2 месяца. Я реально ни одну посылку никогда так долго не ждала. То есть, ну это просто был какой-то феномен, я не знаю, где она в итоге зависла, но не суть, не важно. Сейчас у них доставки в Россию, к сожалению, нет. Я заказывала на посредника и, соответственно, отправляла посредникам. Но мне действительно понравились эти ручки, мне действительно показалось, что это красиво. И поэтому я приняла такое стоическое решение, такие заморочиться. Стоит этот набор 60 долларов. Все кисти эти, они абсолютно разные, в том плане, что они постарались, конечно же, с цветочками. Ну, чтобы они все были одинакового цвета во всех наборах. Но, естественно, каждая кисть абсолютно на 100% уникальна. И, ну, тоже это мою такую немножечко коллекционерскую душу греет. И по дизайну, да, конечно, это все здорово, красиво. Каждая кисть, получается, стоит 12 долларов. Это примерно 700 рублей за дизайнерскую кисть. Их нельзя купить по одной. И это прям limited edition. Я не знаю, будут еще выпуски или нет. Потому что я, как обычно, сто лет пока прошло, пока я сделала обзор. Но у них вообще недавно совершенно началась компания, история их бизнеса. Они специализируются на всем связанном с какими-то сказками, с магией, вот с такого плана вещами. Они не могут называть их кисти Гарри Поттера и так далее, потому что это с лицензией имеет дело. И палетки есть еще у них. Есть у них матовые помады. Косметику я у них пока не пробовала, потому что мне по цвету как-то по всему особо не нравилось. Ну и просто надо реально очень сильно заморочиться. Ради кистей я решила, ну что, заморочиться, потому что, ну, они действительно прям очень необычны. И вблизи, чем больше их рассматриваешь, тем интереснее. Должна сказать, что по сравнению с первым выпуском эти кисти намного качественнее выглядят, намного более продуманные. То есть прям крутые. Первые кисти это было, понятно, прям вот вдохновение. И так там было все это сложно, потому что я представляю пресс-форму, пока изготовишь. Чтобы тебе сделали все так, как ты хочешь, это, ну, очень сложно. Эти кисти уже получше, но все равно они кривоваты. Посмотрите, что у меня вот с этой плоской кистью. То есть, ну, я не думаю, что оно должно быть сейчас вот так вот. Видите, у нее тут горбик, остальные, но с круглыми плюс-минус. Ну, то есть у них качество не прям лакшери. Здесь вроде ровно. Поэтому тут, конечно, такой момент, что мне хочется, например, поддержать такой бренд, поэтому я периодически у них что-то покупаю. Очень нравится, что у них уникальный взгляд на вещи, у них уникальные продукты. У меня... Я купила их подводку, которая тоже супер необычная. Я прям ей посвящу отдельное видео обязательно, потому что там вообще вот такая вот коробка с подводкой просто приходит. Кисти по качеству у меня приятно удивили, потому что синтетика бывает разная. Например, у меня синтетических кистей именно для лица не супер прям много. Ну, например, у меня вот есть Space Brush. Мне она очень нравится, очень мягкая, очень хорошо наносит и пудру, бронзер, все что угодно, даже контур. Но у меня при этом есть синтетика от ZOEVA, только я ее сейчас... Ага, вот она. У меня есть еще синтетика от ZOEVA, которая очень какая-то твердая, и она мне совершенно не нравится для сухих продуктов. Ну, то есть, эта кисть прям вот на крайняк, прям вот на крайний случай, потому что, ну, вот прям как леска это какая-то. Вообще не нравится у ZOEVA синтетика для сухих текстур, для кремовых, да, классно, то есть, ничего не скажешь, которые кисти вот поменьше синтетические, все здорово, для сухих текстур нет. Эта кисть мне не понравилась, как она наносит тон, но вообще они говорят изначально производители, что это для сухих текстур. Мне очень понравилось использовать вот эту кисть для растушевки кремового контура. Он достаточно хорошо растушевался вон там, где нужно, и я ее для этого... Я буду использовать эти кисти, скажу сразу. То есть, если предыдущие, которые Гарри Поттер, я их не использую вообще, потому что они мало того, что тяжеленные, так они еще и какие-то бесполезные. То вот эти вполне себе... Мне прям понравилась вот эта вот странная такая форма кисти для румян, для там какого-то растушевки бронзера, например, да. Вот хорошая кисть. И вот эти вот прям классные. Вот это для меня бесполезное, потому что я, не знаю, ну контур это слишком четкая линия. Такими кистями иногда показывают, что делают бейкинг. То есть, прям в пудру и тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Я это делаю либо там бьюти-спонжем каким-то, бьюти-блендером, пуля вот у меня теперь вот эти вот есть. Либо не делаю вообще. Делаю это крайне редко, честно говоря. Поэтому для меня вот такая вот форма бесполезная, потому что крем она растушевывает тонально. Мне вообще не понравилось, как тушуют эти кисти. То есть, это вообще реально не для этого. Вообще, я считаю, что если вы любите какие-то необычные вещи, что-то такое, то обязательно присмотритесь к этому бренду. У них обычно все прям limited edition, все вот выпустили, все закрыли. То есть, их косметика и какие-то такие вещи, это объекты желаний. И я действительно хочу поддержать этот бренд на их пути, который в рамках нынешних, да, экономических, он достаточно сложный. Я, насколько знаю, они все делают сами, в том плане, что там без инвестиций. Сами все придумывают, их три сестры. В общем, крутая идея. И все здорово, но все равно, мне кажется, им вот сейчас тот момент, когда им прям надо поработать над качеством. Потому что качество, конечно, иногда... То есть, я вроде радуюсь-радуюсь кистям, а потом такая фигакс. И типа, это что такое вообще за фигня за 60 долларов? Ну, то есть, так не должно быть, мне кажется. Ну, и такие мои мысли насчет этого бренда, насчет конкретно вот этих кистей. Я надеюсь, что это видео было вам полезным и интересным. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. И мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!